Сегодня, может быть, нам удастся узнать что-то побольше из тех вопросов, которые Ирина в конце своего расследования задала. Аркадий Бабченко с нами снова на связи. Спасибо тебе большое. Ты посмотрел сейчас версию Ирины Ромалийской, то, что нам удалось выяснить. И главное, что, наверное, тебе было интересно увидеть и услышать самого пивоварника. Что-нибудь новое ты узнал, Аркадий? Да нет, мне пивоварника неинтересно. Он уже выпускал два видеообращения, в которых еще и ты рассказывал. Ничего нового я здесь не вижу. Обсуждать этот бред мне абсолютно неинтересно. Потому что, знаешь, когда на меня заводили уголовное дело, я вот сел перед следователем. Мне говорят, откуда у тебя в компьютере появились призывы к массовым беспорядкам? Я говорю, инопланетяне с Марса прислали. Вот прям засунули меня в компьютер и прислали. Ты говоришь следователю? Я ему говорю. А еще Алексей Акопный мне. Я сотрудник ФСБ, и Алексей Акопный мне по заданию спецслужбы разведки Украины... Алексей Акопный это такой очень известный сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом в Москве, для тех, кто не знает. Сказала Парсиан принять вот эти вот документы и положить их в мой компьютер. Доказывайте. Вот давай пообсуждаем на полном серьезе вот эту версию, да? Ну, собственно, доказательство. Вот Ира провела замечательное расследование, показала вот абсолютную полную бредовость вот всех этих утверждений. На полном серьезе здесь обсуждать я не понимаю, что, потому что когда, если я закажусь за решеткой, я буду говорить, что я сотрудник СБУ, сотрудник ФСБ, сотрудник МОСАДА, сотрудник что там угодно еще, да? Сотрудник штаба. Чтобы запутаться, тянуть, растянуть, сбить с толку, вывесить 250 версий. Извини, пожалуйста, один короткий вопрос, прежде чем я у Иры слово передам. А ты сам Бориса Германа во время следственных действий хоть раз видел? Я вот этот вопрос никогда тебе не задавал, так и не знаю ответ на него. Нет, я его никогда не видел. Он предлагал, перед тем, как пойти на сделку со следствием, мне передали его просьбу, что он хочет со мной встретиться и извиниться. Я скажу, что мне не о чем с ним разговаривать. Жаль, просто интересно, в каком он был морально-физическом состоянии, ну вот так, чтобы из внешних источников получить подтверждение. Ну, наверное, Ирина Ромалийска, может быть, и на этот вопрос он может ответить. Ир, прежде всего, я хочу тебя спросить. Прости, вот вдогонку уточню Аркадия. Аркадий, то есть на суде, где Герман признал свою вину в том, что покушался на тебя, тебя не позвали тоже на этот суд? Нет, я на суде не был. Окей, спасибо. А тебе не объяснили, почему, или ты не спрашиваешь? Я тогда был, когда был подошар, мне не звали. Ир, прежде чем, я думаю, у тебя тоже есть вопросы к Аркадию, я хочу задать вопрос тебе. Версия пивоварника, ну, она как бы понятная, и можно, например, так сказать. Пивоварник пытается себя оправдать любой ценой. Ну, или там, да, если предположить, что он говорит правду, то это просто заговор на заговоре. Ты веришь в то, что он говорит? Ну, знаешь, я могу верить, могу не верить. Я всегда предпочитаю оставлять все-таки это, верю, не верю зрителям, но он отвечает довольно путанно и довольно не совсем складно и не подтверждает свои слова какими-либо доказательствами. Вот это то, что могу сказать. Не подтверждает своими доказательствами. Окей. Интересно вот что. Насколько я понимаю, Аркадий, ты ведь сейчас все еще находишься, это не статус, но просто ты находишься под госохраной, попросту говоря, да? Да, конечно. Скажи мне, пожалуйста, вот такой довольно личный вопрос. Ни в коем случае не попытка бросить ни на кого тень, ни в коем случае. Ты в своих выводах и в своем размышлении о том, что произошло, чувствуешь некую психологическую зависимость от людей, которые тебя охраняют? Нет. Или какое-то чувство благодарности или обязанности им за то, что случилось? Нет, конечно, я благодарен, безусловно. Люди спасли мне жизнь, я, безусловно, благодарен, в первую очередь, конечно, Цымбалюку. Но у меня нет никаких отношений не со службой безопасности, там, ни с Порошенко, мне никто не говорит, не звонит, ничего писать, от меня никто ничего не просит, денег не платит, ничем не шантажирует. У меня просто одна из служб охраны осуществляет ее охрану. Все, понял. Это было важно понять. Ир, наверное, тебе слово. Я хочу сказать, что вот в этом материале я говорила о том, что от службы безопасности Украины ответа не было, но буквально за несколько часов до эфира, когда уже материал был готов и смонтирован, я получила письмо. Он говорит, что никто ему не звонит. И в этом письме написано, что я, собственно, задавала два простых вопроса для того, чтобы проверить то, что утверждает пивоварник. Действительно ли в службе безопасности Украины был сотрудник Андрей Капустин, которого пивоварник называет своим куратором, условно? И был ли когда-либо пивоварник связан со службой безопасности Украины? То есть сотрудничал ли и в какой форме? Много букв мне написало при службе безопасности. На эти два простых вопроса ответа нет. Ну, в смысле, ты не поняла из этого четкого ответа. Нет, я поняла прекрасно. Там просто написано о том, что мы не ответим вам на эти вопросы, потому что это все тайна следствия, условно, не прямая цитата. Я еще один вопрос Аркадию хочу задать. Я хочу тебя попросить напомнить, еще раз проговорить, может быть, даже. Ты говорил, что ты проводишь собственное расследование, когда состоялся суд над Борисом Германом. Правильно я понимаю, что ты это собственное расследование попытался провести из-за того, что тебе показалось, что суд был недостаточно транспарентен. Именно там не было достаточно журналистов, они не все выяснили. Я правильно понимаю? Нет. Почему? Просто у меня были какие-то другие средства, которые мне пришли из других источников, не от следствий. И я их как-то попытался проверить. И этот текст написал. Он говорит, про суд я ничего не знаю, к суду у меня вопросов нет. Но вы поймите. Я тебе объясню, почему какие у меня... Я тоже, опять же, я не в том смысле, чтобы кого-то в угол прижать, уж точно не тебя. У меня-то к суду какие вопросы были? Он так внезапно состоялся, а хотя перед этим говорили, что он будет открытый, максимально транспарентный, вы на нем все узнаете. Хотя в итоге туда ни один журналист почти приехать не успел. И это, ну, конечно, вызвало определенную долю сомнений. У меня это тоже вызывает вопросы. Я тоже задаюсь этим вопросом, почему суд был закрытый, когда все говорили, что он будет открытый, на суде все узнаете. Мне кажется, это ошибка. Но, с другой стороны, я могу и понять, и предположить, что там были озвучены какие-то данные, из которых родилось вот это новое, более большое дело с тем же Стельмашенко и по тому же пивоварнику. И поэтому они не были озвучены. Но суд в части Германа нужно было делать открытым. Это однозначно, по-моему, на мой взгляд, тоже. Но, опять же, смотрите, вот мы сейчас все обсуждаем, да, Дитриха этого, Андрея Костенко или как там его, да. Но у меня вот просто один единственный простой вопрос, да. Вот все это обсуждать имеет смысл только после того, как мы ответим на один вопрос. Вот в Москве, ну, он сейчас заявляет, что он в Будапеште, но до этого он был в Москве, да, сидит человек, который в открытую говорит, что он агент СБУ, что он вербовал Ардингу, что он вербовал Суркова, что он был туда заслан, чтобы проводить террористические акты, поставить российские спецслужбы. И он сидит на свободе. Вот после того, как мы объясним этот феномен, можно будет уже углубляться в детали. Вот как вы сейчас этот феномен не объясните? А, Ирин, кстати, вот, по-моему, вопросы совпадают с теми, которые у тебя. Он в бегах. Поэтому, как объяснить это, вот почему до сих пор он не объявлен в Интерпол, в розыск, это вопрос к украинскому следствию. Но, в принципе, пока он в бегах. А у меня, я еще хочу у тебя уточнить, Аркадий, как ты распределил то, что Стельмашенко, которого в СБУ называли фактически организатором терактов, оказался на свободе, и что обвинения в этой части с него были сняты. Я это могу объяснить тем, что хреново работают, да, потому что наговорить на пресс-конференции можно все, что угодно. Потому что вот они его взяли, есть переписка Германа с пивоварником, где Германа ссылает ему паспортные данные из Стельмашенко. Они берут этого Стельмашенко, у Стельмашенко пистолет находит, да, оружие незарегистрированное, извини меня, человек действительно летал в Ростов, эйфория, а потом доходит до стадии суда, и выясняется, что, упс, доказательства-то слабовато, этих доказательств нет. Но тут я могу со своей стороны сказать, простите, коллеги, что, слава богу, что украинский суд не сажает людей по просьбе, а сажает все-таки по доказательствам. Потому что если у человека нет доказательств, то человек не должен сидеть в тюрьме, даже если он виноват, это мое глубокое убеждение. Вот, потому что надо доказывать, это очень важно, иначе просто невиновные могут оказаться в камере. Сегодня виновные, завтра невиновные. Я тут бы еще добавила, что стоит тогда это публично признавать. А я задавала этот вопрос и в СБУ, и в прокуратуру, но ответа у меня нет. Ну вот публично признавать это важно. Я поставлю под сомнение. Публично признавать это вообще важно, потому что это взрослый поступок. В отличие от инфантильного поступка не признавать. Тут вот в чем дело. Мы до эфира, я не буду скрывать чисто от наших зрителей, договорились с главой аппарата СБУ Игорем Гуськовым, что он тоже посмотрит на то, что мы сегодня рассказываем, и ответит на те вопросы, которые у нас остались вот к этому эфиру. И насколько я вот понимаю, сейчас в короткой переписке он посмотрел, но что-то происходит со связью, так говорят его помощники. Не удается ему к нашему эфиру подключиться. Я надеюсь, что подключится. Если вдруг сегодня Игорь Гуськов не подключится к нашему эфиру, а он хочет прокомментировать. У меня есть к нему как минимум три вопроса. Почему Тельмашенко вышел на свободу? Почему суд над Германом прошел в таком закрытом режиме? Не открытом для журналистов, недостаточно прозрачном. И в конце концов, является ли пивоварник агент СБУ? Прямо спросить хочется у Игоря Гуськова. Я надеюсь, что если вдруг он сегодня к нам в эфир не включится, Ир, я думаю, ты не дашь мне соврать в этом смысле. Мы завтра с ним поговорим и продолжим эту тему в нашем же эфире. Согласны? Следующую неделю буду в Киеве. Если они захотят дать интервью по этому поводу, я с удовольствием это возьму. Да, поскольку они утверждают в переписке сейчас, которая была специально подготовлена для этой программы, что они готовы это сделать, Игорь Гуськов, не сомневаясь, что раз были готовы, значит и ответить. И мы дадим вам возможность высказаться, потому что четвертой стороны здесь не хватает, собственно, СБУ. А и вам слово мы дадим, она очень нам важна. Коллеги, спасибо большое, мы эту тему не оставляем. Аркадий Бабченко, тебе сил, здоровья теперь уже. Спасибо, что живой. Ирина Ромалийская, спасибо тебе огромное за большое расследование подробное. Мы продолжаем тему и продолжаем программу. Продолжение следует...